25 октября исполняется 143 года со дня рождения известного северного писателя, сказочника Степана Григорьевича Писахова. Его знаменитые сказки пользуются любовью читателей. Основной герой его сказок – народ. Сказки Писахова передаются от лица подставного рассказчика – веселого балагура Малины. Сеня Малина хорошо знает крестьянскую жизнь, знает все нужды мужука, его думы и чаяния. Исокогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей произведения Степана Писахова «Сказки Сени Малины». Баня в море В бывалочное время я на бане в море вышел. Пришло время в море за рыбой идти. Все товарищи, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убегался, умаялся от хлопот по своим делам до пожоненным всяким несусветным выдумкам. Перелег отдохнуть и заспал. Да столь крепко, что криков, сборов и отчаянной суматошни не слыхал. Проснулся, оглянулся. Я один из промышленников в уйме остался. Все начисто ушли. Сюда все угнали. Мне и догонять не на чем. Я недолго думал. Столкнул баню углом в воду. В крышу воткнул жердину с половиком. Вышла настоящая мачта с парусом. Старую воротину рулем оборотил. Баню натопил. Пару нагнал. Трубой дым пустил. Баня с места вскачь пошла. Мимо городу пароходным ходом. Да в море вывернулась. И мимо наших уэмских судов. На полюбование. Все кругами. Все кругами. По воде вавилон разбила. У бани всякий угол носом идет. Всяка сторона карма. В воротина руль свое дело справлят. Баня с того дела и заповорачивалась. Поворотами большого хода набрала. Я в печке помешал. Пару прибавил. Сам тороплюсь. Рулем ворочаю. Баня разошлась. Углами воду за версту зараскидывала. Небывало шну. Невыдало шну. Одноместную бурю подняла. Кругом море в спокое. Берега киснут. А посередке, ежели со стороны глядей. Что-то вьется. Пена бьется. Вода брыжется. И дым валит. Как из заводской трубы. Да кого хочешь доведись. Переполошиться. Со стороны глядеть. Похоже и на животину, и на машину. Животина страшна. А машина того страшнее. Ну, страшно-то не мне. Да не нашим уимским. Рыбы народ любопытный. Им все надо знать. А в бане новости завсегда самые свежие, сами новые. Рыбы к бане со всех сторон заторопились. А мы промышлям. Судов промышляют по обыкновенному. По старому заведению. А я с бани рыбу стал брать. По-новому. По-банному. С шайкой в воде поболтаю. Рыба думат. Ее в гости зовут. И в шайку с тайками. А к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет. На полок немного накладешь. Стали наши рыбацкие суда чередом. Да всяко в свою очередь к бане подходить. Я шайкой рыбу черпаю. Почки набью. Трюма накладу. На палубе выше бортов навалю. Полно судно отходит. Другое подходит. Это дело с краю бани. А в середке баня топится. Народ в бане парится. Рябиновыми вениками хвощится. От рябинового веника пару больше. Жар легче. И дух вольготнее. Чтобы дым позанапрасно не пропадал. В трубе коптилку завели. Это уж без меня. Я баню топил. Да рыбу ловил. В коротком времени все суда. Полнехоньки рыбой набил. В судно не брюха. Не раздастся. Больше меры в него не напьешь. Набрали рыбы. Сколько в суда. Да в нас влезло. Остальную в море. На развод оставили. К дому поворотились груженые суда. Тут я с баней расстался. За дверну ручку попрощался. Домой пошли. Я на заднем суденышке сел на корме. Да на воду муку стал легонько трусить. Мука на воде. Ровненькой дорожкой. От бани до уймы легла. Легла мучка на морскую воду. На рассоле закисло разом. И тестяной дорожкой стало. За нами следом зима шла. Морозом пристукнула. Вода застыла. Тестяная дорожка смерзлась. От середки моря до самой нашей деревни. Мы в ту зиму на коньках в баню по морю бегали. Рыбы учуяли хлебный дух. Тестяной дорожки. И по обе стороны сбивались, видимо-невидимо, Мамаевыми полчищами. Мы в баню идем. Невода закидываем. Вымоемся, выпаримся. В морской прохладности продышимся. Невода рыбой полнехоньки на лыжи поставим. На коньках бежим. Ветру рукавицей помахиваем. Показываем, куда нам поветерь нужна. У нас в банных вениках парни успевал остывать. Вот, коль скоро домой доставлялись. Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловишь. С того разу и повелись зимные рыбные промыслы. Весной лед мякнуть стал. Рыбьи стаи дистану дорожку растолкали. И понесло ее по многим становищем хорошему народу на пользу. К весне тесто в море в полную пору выходило. Промышленники теста из моря в печке лопатой закидывали. Который кусок пекся караваем, а который рыбным пирогом. Рыба в тесто сама влипала. Просолено было здорово. Поешь, осолонишься и опослять чай пьешь в охотку. С той поры, как баня жаром да паром море нагревать стала. И потепление пошло. И льды пораздвинулись. И зимы легче стали. Кислышки. Сегодня, гостюшка, я тебя угощу для разнолико кислым оштями. Это квас такой бутылочный. Ты, поди, и не слыхал про квас такой. Скоро и звание не останется от этого названия. В нашей уме кислые шти были первеющие. И такой крепости, что пробки, как пули, выскакивали из бутылок. Я вот охотник. И на белку с кислыми штями завсегда хожу. Преославлю пробку, белку высмотрю и полю. И шкурка нирвана очень ладно выходит. Раз я в белку только наметил стрелять, гляжу, волки обступили. Глазищами сверлят, зубищами щелкают по страшному. А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылка с кислыми штями. Ну, я пробки поослабил, да кислыми штями волков. Да по мордам, да по глазам. Кисло-штейной пеной, едучей, волкам глаза залепило. Вот они закружились, визгом взялись и всякое соображение потеряли. Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал, да в город. На рынке продал, живьем для зверинца. А один волк в кустах остался, а снег да лапами глаза прочистил. Нашел бутылку кислых штей, это я обронил. Хватил волк бутылку зубами, а пробка вырвалась, да в волка. Кислый штиф волка. И так его зарядила, и так волком выпалила из лесу, что его в город бросила. А тут на углу Буяновой, у трактира, у золотого якоря, такой большой трактир был, и стуканствовал городовой полицейской. Он пасть открыл, орал на проходящих. Волк со всего маху городовому в пасть. Летел волк вперед хвостом, так ведь и застрял в пасти. Да оттуда и лает на проходящих жителях. За карманы хватат, всяко добро отымат. Городовой чужо добро подбирает, будку к себе сваливает. Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на жителях. Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было. Что и не пересказать. Да вот хошабые птицы. День был светлый, теплый. Сидел я около дома с соседом. Хороший разговор, говорит. Собрался соседа кислыми штями угостить. Кислый штип посогрелись, пробка выпалила. Штип вверх выфоркнули на полторы версты. Вороны не проворонили. Налетели кислый штипить. Бляжу, ястреб норовит, как унина есть ворону сцапать. Ах ты, думал, полицейска ты грабительская птица. Не дам тебе ворон и забежать. Ворона, она птица обстоятельна. Около дома приборку делат. Я в пробку гвоздь всадил, да в ястреба. Ну, известно, наповал. Еще что. А вот орел налетел. Высоко стал над деревней. И высматриват. И наприметил таки, что моя баба коров наповедь загнала. Три коровы. И доить стала. Наповедь ей две тёлки были. Орел крылами шевернул, Упал на деревню, Хватил поведь. И вызнял, и понес с коровами, С тёлками и с бабой моей. Я хватил бутылку кислых штипий, Гвоздь барочную в пробку вбил, Да и стрелил в орла. Гвоздем орла-то проткнуло. Орел в остатнем лёте вернул таки поведь И с коровами, и с телятами, и с бабой. На те же сваи угодил, Малый с кособочим. Думаешь, вру? Пойдем покажу, сам увидишь, Что поведь у меня в одну сторону кривовато. А с чиновником оказия вышла, И все из-за кислых штипий. Прискакал к нам чиновнишка-сутяга И почал стращать, запугивать. Сейчас пойду, неполадки найду, Протокол составлю, Штраф платить заставлю. Давай ему того и другого Из штипий кислых бочонок. Жонки бочонок притащили, Растрясли, обручи поослабили, Тарантаз под чиновника и сунули. Чиновнишка на бочонок плюхнулся, Напыжился придумывать, Что бы еще остребовать. Кислощи согрелись, Бочка разорвалась, Как пушка выпалила. Чиновника выкинула столь высоко, Что через два дня воротила. Кислощи пеной взялись, Полуимы пеной закрыла. Хорошо, что половину, Друга полуимы нас откапывала. Пену кислощейную Лопатами на реку бросали. По реке, Что твой ледоход. На пять ден всяко Пароходное движение остановилось, А рыба пенной этой наелась, И так ожирно стала, Что нырять силы не было. Так поверху воды плавала. Мы рыбу голыма руками ловили, А птицы столько рыбы наели, Что сами ожирели, От жиру пешком ходить стали. Мы птиц голыма руками ловили, А звери столько птиц сожрали, Что ожирели и бегать за ним могли. Мы и их голыма руками ловили, И лисиц, и куниц, и соболей, И всяких других зверей, Которых у нас и вовсе нет. И были бы мы первейшими богатеями, Да мы-то ловили. И мали голыми руками, А чиновники нас грабили в перчатках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова